В Казахстане планируют пожизненно лишать свободы за педофилию и убийство детей. Можелесмены одобрили в первом чтении законопроект по защите прав женщин и безопасности несовершеннолетних. Вот таким образом в Уголовный кодекс снова вернется статья за причинение легкого вреда здоровью, ну а самих тиранов будут отправлять на лечение к психологам. Уголовную ответственность намерены ввести также за пропаганду и доведение до самоубийства. Я напомню, вопросы защиты прав женщин и детей постоянно поднимаются и президентом нашей страны. О важных изменениях в документе Алина Буржанова. Это кризисный центр в Павлодаре, одно из немногих мест в регионе, где могут укрыться жертвы домашних тиранов. За год за помощью сюда обратились порядка 350 человек. Рекордсменом по посещению стала Наталья Лисеменко. 37-летняя женщина, обладательница подвески Кумы-Салка, из-за насилия со стороны мужа здесь уже в 11-й раз. Сейчас женщина беременна седьмым ребенком и ей больше некуда идти. Как бы услышали меня, чтобы этот, может хоть какое-то где-то что, до получения квартиры какой-то что-то, ну хотя бы, ну чтобы свой уголок уже, потому что прописано я тоже у чужих людей. Там тоже постоянно говорят, когда, когда, когда вы получите, когда вы уже это самое, тоже людям вот это вот как бы, как обуза. К нам в кризисный центр поступают женщины с несовершеннолетними детьми, которые остались как в тяжелой жизненной ситуации, так же после бытового насилия. Им оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь. У нас пятиразовое питание, ну, бесплатное жилье. Для поддержки людей, оказавшихся в сложных ситуациях, стране разрабатывают новую концепцию центров поддержки семьи. Кризисные центры продолжат работать жертвами дебоширов, а эти организации займутся профилактикой бытового насилия, включая диагностическую, психологическую и консультативную помощь. Кроме того, будет проводиться мониторинг семей, которые находятся в потенциально трудной жизненной ситуации. Ну и сейчас вот в рамках инициированного депутатами законопроекта еще прозвучала норма о том, чтобы открывались дополнительные центры с койко-местами для проживания тех членов семьи, женщин, детей, которые потенциально могут попасть в ситуацию связанную с семейным бытовым насилием. На рабочих группах мы эту норму активно обсуждаем, в целом ее поддерживаем и считаем, что тем самым будет создан полноценный институт как профилактики, так и борьбы с последствиями семейного бытового насилия. Речь о новом законопроекте по вопросам обеспечения прав женщины безопасности детей. Документ разработали мажилисмены по поручению главы государства. В начале года Касым Жумар-Тукаев заявил, что поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Президент призвал жителей решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости. Я выступаю за укрепление принципа закон и порядок, поэтому хочу четко и однозначно заявить, поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие, независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона. Представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено, в этом сомнений быть не может. Вместе с тем важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, нулевой терпимости к любым формам агрессии и насилия. И все эти нормы нашли отражение в новом документе. К примеру, вернется уголовная ответственность за причинение легкого вреда и нанесения побоев. А самих тиранов, правда, только по решению суда, будут отправлять на лечение к психологам. Помимо этого, полиции больше не нужно будет ждать заявления от жертвы для возбуждения дела. Также вводится безальтернативная мера наказания за убийство малолетних или педофилию. Виновных ждет пожизненное лишение свободы. Но депутаты настаивают на еще большем ужесточении этой нормы. В начальном проекте мы давали поправку по хирургической кастрации педофилов. Но на наше правительство, показав свою несостоятельность, не поддержали данную нужную норму. Обозначив, что они не готовы причинять физические страдания и унижать достоинства педофилов, опираясь на конвенцию. Это позиция правительства. Но если он будет пожизненно лишен свободы, то есть ли смысл прибегать к хирургической кастрации? Это первое сомнение. Второе, да, действительно есть у нас конвенция о пытках, к которой Казахстан присоединился. И здесь, наверное, больше вопрос не к МВД, а, наверное, к Минюсту и Генпрокуратуре. По моему субъективному мнению, это будет как раз подпадать под категорию пытки. Помимо этого, депутаты предлагают установить уголовную ответственность за доведение или склонение к самоубийству. За этим последует лишение свободы на срок от 5 до 9 лет. Кроме того, вводится административная ответственность за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего. Виновных ждет штраф в размере 10 МРП. Алина Боржанова, Азамат Саметов, Хабар.